Так, коллеги, добрый день. Рад вас приветствовать на нашем сегодняшнем вебинаре. У нас сегодня, мне кажется, несколько такая волшебная тема — боты в Pyros. Наверное, каждый из вас либо читал книги, либо смотрел фильмы о Гарри Поттере. И помните, там были домовые эльфы. Это такие волшебные маленькие существа, которые выполняли всю работу по дому. Гладили, стирали, убирались. И вот наши боты — это такие доби в Pyros, которые готовы взять на себя ваши рабочие, рутинные задачи с тем, чтобы как раз освободить вас и ваших коллег. Итак, наш сегодняшний спикер — Сергей Крюков, партнер Pyros, основатель и исполнительный директор компании Atlas IT-решения. И Сергей расскажет нам, как работает вообще эта магия, что такое боты, и поделится своим опытом использования ботов на примере реальных сценариев. Итак, Сергей, ты готов? Да, спасибо. Всем здравствуйте. Ну, меня Алексей уже представил. Я немножко расскажу про себя и про свой опыт. Во-первых, я работал в Pyros. Откуда у меня такая еще, может быть, маечка? Во-вторых, я работаю в Pyros в том смысле, что, конечно, мы сами используем Pyros как ежедневный инструмент, и в своей жизни без него немыслим. Ну, и в-третьих, мы занимаемся консалтингом, оптимизацией бизнес-процессов и интеграцией Pyros как решения в рамках Atlas IT-решения, в рамках компании OPEX Labs, с которым мы занимаемся консалтингом. И основной наш продукт — это Pyros. С Pyros я знаком, наверное, года 2017-го, а первого бота написал в 2018-м году. То есть уже, наверное, пять лет есть. Я потом расскажу, про какой сценарий был совершенно необходим для того, чтобы использовать бота. И цель нашего, цель моего рассказа следующая, что как бы несколько блоков. Первое — это провести такой некоторый ликбез и рассказать, что такое боты, зачем они нужны. Дальше мы посмотрим на различные сценарии, которые бывают у ботов. Дальше поговорим о том, как понять вообще, нужны ли вам боты или без них можно обойтись. Поговорим про то, что нужно для того, чтобы боты создать и применять. Ну и рассмотрим риски применения. То есть к чему нужно быть готовым, какие проблемы потенциально могут быть при использовании ботов. Ну давайте начнем. Значит, первое. Что такое боты? Ну вообще говоря, можно понимать так, что вот есть всем понятное слово робот, какая-то такая железячка, которая что-то делает. Но бот, в принципе, это то же самое, только железячка у нас нет, у нас все делает программа. Если посмотреть на определение бота, например, на как его дает Amazon, что бот — это автоматизированное программное приложение, выполняющее повторяющиеся задачи по сети. Вот. И дальше там можно посмотреть это определение. И в целом слово бот все слышали. Конечно, массовую известность Telegram принес, даже вот в котором мы общаемся, всем известные средства коммуникации. И в Telegram все, наверное, с тем или иным ботом сталкивались. То есть куда-то мы пишем, отвечает нам бот, а не человек. Вот это такое бытовое понимание уже распространено благодаря Telegram. Также все знают про чат ботов, что вот тоже такая сейчас популярная тема. Но при этом, если говорить про ботов, есть вот их такое обиходное понимание, как какая-то программа, которая нам что-то автоматизирует. В Pyrus слово бот используется еще как пайрусовский термин, который означает нечто такое более узкий. А именно это такой специальный вид пользователя. То есть пользователь для системы бот пайруса выглядит как пользователь. Его можно добавить в задачу, его можно поставить на этап маршрутизации, его можно тегнуть в комментарии, его можно поставить в наблюдатели, его можно поставить ответственным. И он в ответ что-то сделает. Соответственно, вот для Pyrus это бот вот в таком обычно понимается значение. При этом мы посмотрим потом вообще сколько в компании может быть ботов в типичных решениях. Но самое главное, что можно понимать про бота. И я вот этот пример очень часто использую для того, чтобы ответить на вопрос, а может ли бот то-то, может ли бот вот это, когда наши партнеры и заказчики спрашивают. Можно бота понимать следующим образом. Это такой исполнитель, почти как человек, у которого есть две важные характеристики. Первая характеристика – он очень мощный. Может лопатить большое количество задач, не уставать, работать день и ночь. То есть очень мощный инструмент. Но у него есть еще второе, к сожалению, качество, что он очень тупой. Представьте, что у вас есть исполнительный какой-то человек. Но он очень тупой. Вот ему точно надо сказать, что нужно сделать. Вот бот, как и программа, как и компьютер, примерно вот такой вот. То есть у вас должна быть очень четкая инструкция, что делать. И некоторые проблемы с ботами, как и, в принципе, проблемы с программами, связаны с тем, что вот эту инструкцию вы недостаточно четко написали. И если говорить про то, зачем нужны боты, ну, тут есть несколько причин, зачем можно их применять. Первый момент, что боты превращают Pyros в существенно более мощный инструмент. То есть можно снимать очень многие ограничения стандартного продукта. Мы поговорим про такие примеры, в основном связанные со сложными процессами, где какое-то нужно сложное ветвление, передача данных между разными процессами, когда у вас там много форм вовлечено в какой-то единый конвейер. Вот вам нужно как-то их все связать. Или нужно какую-то такую вот сложную обработку делать, там, постфактум, аналитику. А это как бы первый сценарий, что вот очень можно делать более мощный инструмент с точки зрения управления процессами. Вторая история – это если вам нужно общаться со внешним миром. То есть нужно, вы работаете не только в Pyros, у вас есть какие-то другие корпоративные ресурсы, с которыми вам нужно установить связь, какие-нибудь 1С, внутренние другие системы, учетные, ERP, CRM, с которыми вам нужно подружиться. Есть какие-то внешние сервисы, которыми вы пользуетесь, и вам вот связь с ними нужно сделать программным образом. И, соответственно, тоже для этого могут использоваться боты. При этом может возникать вопрос, а почему нам нужно для этого что-то писать? Почему бы не добавить вообще разные такие сценарии в продукт? Давайте вот Pyros просто добавит все это в продукт, ну и будет счастье. И мой ответ на это, я не говорю, конечно, я не официальное лицо в Pyros, поэтому могу как бы сказать свое мнение, что важно в любом случае, что продукт был сбалансированный. Я вижу довольно много примеров, когда в какие-то программные продукты, какие-то решения добавляют все возможные там случаи. Когда-то попросили какие-то клиенты что-то доработать, это дорабатывается, потом выпускается в продукт для всех, в итоге получается очень сложный продукт с миллионом галочек, часть из них пользуются очень редко, видно, что они были под какой-то узкий сценарий, и это все очень сильно перегружает интерфейс, усложняет систему, сложность управления повышает. И вот очень хорошо, мне очень нравится, что Pyros, он вот довольно сбалансированный по фичам. Второй момент, что, ну как я вижу, в Pyros добавляются фичи, которые точно нужны всем. А бывают какие-то узкоспециализированные сценарии, которые нужны конкретному, соответственно, конкретному пользователю, конкретной компании. И вот боты позволяют этот вопрос решить, то есть они позволяют вам расширить продукт, кастомизировать его под ваши узкие задачи. И это вряд ли когда-нибудь появится в общем продукте, потому что это очень что-то такое уникальное. Вот. Ну давайте теперь поподробнее поговорим про то, как вообще бот может работать. Вот стандартный, если вы посмотрите описание, что такое бот в Pyros, на сайте Pyros в справочном разделе, то там используется механизм, увидишь, что используется механизм вебхук. То есть что имеется в виду? Бот выглядит как отдельный пользователь в системе, который конфигурируется в разделе боты. Тоже, наверное, все видели. И у него есть какое-то имя. И что происходит, если этот бот участвует в какой-то задаче? Ну, очень легко провести аналогию с тем, что происходит, когда человек участвует в задаче. Если вы человека тегаете в задачу, он стоит на маршрутизации, вы добавляете его в наблюдателя. Что происходит? Как только вы это сделали, задача пришла во входящей к человеку. У человека появилась новая задача во входящих. Он может с ней что-то сделать. Написать комментарий, согласовать этап, приложить файл, что-то отправить. Бот тоже самое. Когда в задачу упоминается бот, Pyros делает вызов к серверу, на котором этот бот расположен, и боту присылается задача. То есть какая-то программа получает себе во входящие все, что происходит в задаче. И вот точно так же, как и человек, может сделать, в общем, почти все те же самые действия. Он может написать комментарий, он может согласовать этап, он может создать связанную задачу, он может просто создать задачу. То есть в тех случаях, когда вступает в работу бот, ему присылается вся информация по задаче, и дальше он с ним может что-то сделать. Поэтому если вы задаете вопрос, а может ли бот то или иное действие сделать? Фактически, если вы спросите себя, может ли человек, можно ли научить какого-то человека делать то, что я хочу. Если человек это может, ну, скорее всего, бот это тоже может. Например, можно ли сделать там бота, который складывает два поля в задачи и записывает их значения в третье поле? Ну, можно, да. Человек это умеет делать. Кроме этого, обычно ботами называется еще и вот все-таки программа, которая работает с пайрусом, но которая вызывается по каким-то внешним событиям. Например, вы запустили какую-то программу, которая пошла в пайрус, и вам все какие-то там старые задачи закрыло, например. Вот тоже можно считать, что это сценарием бота. Ну, и, наконец, есть такой особый такой случай, который тоже можно отнести к ботам в пайрусе. Это то, что называется функция, которая называется собственный поиск. Я потом покажу примерчики скриншотов, как это выглядит, но думаю, что все с этой функцией знакомы. Все, кто добавлял текстовое поле с типом адрес или с типом организация, знают, что можно набирать текстовый адрес в поле, а дальше у нас возникает всплывающее окошко, где по фиасовскому справочнику этот адрес дополняется до стандартного вида. И если вы там выберете в этом выпадающем списке стандартный вид, соответственно, это вставится в поле. Или вы пишете ИНН организации, и вам находится эта организация, вы ее вставляете, и какие-то данные заполняются. То же самое можно делать при помощи бота, но уже не стандартный, скажем, адрес или организация, а какие-то свои поиски. Тоже можно делать бот. Значит, теперь те, кто знаком с Pyros, знают, что в Pyros есть такая вещь, как скрипты, скрипты формы. И кажется, что это очень похожая история. То есть тоже какая-то программа, которая запускается автоматически, что-то делает. Есть большая разница между ними. Разница следующая. Первое. Скрипт запускается прямо на компьютере пользователя. То есть когда вы открываете какую-то форму, в которой есть скрипт, на вашем компьютере, в вашем браузере, эта программа исполняется и может от вашего имени что-то написать в задачу. То есть вот то, что задачу, которую я упомянул, более простую, когда там нужно два поля сложить, это обычно все-таки делается скриптом. И при этом скрипт работает с вашими правами. То есть как бы вы параллельно с собой еще запускаете какую-то программу. Но вернее не вы, а вот то, что ваш администратор формы сделал. А у бота это отдельный пользователь. У него свой набор прав. И, например, бот может в задаче делать что-то, что там пользователь не может. Например, бот может видеть весь реестр формы и проводить по нему поиск. А пользователь ограничен только своими задачами. И второй момент, что бот работает на отдельном сервере. То есть когда к боту приходит вызов, это какая-то программа, которая где-то расположена. И пайерс к ней обращается. И дальше уже эта программа что-то делает. Вот, соответственно, это такое важное отличие. И еще такой маленький нюанс, что бот работает, вот скрипт он может сработать сразу, как только вы задачу заполняете, у вас уже может еще даже для несозданной задачи, еще в черновике уже работать скрипт, какие-то там вычисления проводить. А бот работает только, когда вы задачу создали и ее назначили на какого-то пользователя, пользователя бота. Ну вот, примерно такое, соответственно, у меня описание про то, что такое боты. Я думаю, что дальше мы с вами просто посмотрим про разные сценарии работы, про разных реальных ботов и посмотрим, будет более понятно, что это такое. Ну и, конечно, потом призываю вас задавать различные вопросы, которые мы, соответственно, потом посмотрим. Давайте посмотрим идеологически, какие бывают сценарии работы. Вот я выделил четыре таких основных сценарий работы. Они немножко там пересекаются, эти категории. Это не то, что это вот четкое деление, либо так, либо так. Но вот, наверное, можно вот такие основные выделить принципы. Значит, первая история – это когда вы хотите, чтобы задача в пайрусе, соответственно, обогащалась из каких-то внешних источников. А, значит, что имеется в виду? Что есть какая-то информация, которая хранится вне пайруса, и вы хотите ее в задачу добавить. Ну вот сейчас я давайте попробую показать там разные примеры. Значит, вот пример, показываю, значит, презентацию. Вот, смотрите, вот пример обогащения, то, что я говорил. Реальная задача. Некоторая финансовая компания заводила, значит, данные заемщиков, и вводится номер паспорта, и нужно, естественно, ввести там код подразделения, кем и когда выдан. Вот если вы когда-нибудь сидели на заполнении вот этих паспортов, то могут быть очень длинные имена. Особенно я люблю город Санкт-Петербург, где типичный паспорт выглядит, как выдан ТП номер 79 Василиостровского района города Санкт-Петербурга, управление ФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Вот такой вот это самое нужен человек должен вбить. Вот, пожалуйста, можно сделать бота, который при вводе кода подразделения соответственно предлагает вам выбор из того, какие названия этих подразделений бывают. Дальше можно, соответственно, значит, это использовать. Ну и, собственно, это работает аналогично вот полю адреса, аналогично полю организации, да, по фиасовскому справочнику. Что еще можно делать? Да вот фактически из любых внешних источников информацию обогащать. Приведу примеры. Реальные примеры из тех, которые нужны нашим клиентам. Значит, например, отслеживать статус почтового отправления Почты России. Если юристы, значит, занимаются судебными процессами, им важно, они послали уведомление какое-то, и от его получения, там, такую досудебную претензию, отсчитывается срок, когда можно начать подачу иска. Соответственно, у нас есть номер почтового отправления, надо там мониторить, когда там оно доставлено или нет. Проверять статус судебного дела на сайте суда. С Мосгорсудом достаточно неплохо работает. Вы дело подали, отсматривайте, когда оно, значит, принято, когда назначено судебное заседание. Вывели ВИН машины, декодер ВИН расшифровал его конфигурацию. У нас был такой запрос от логистической системы, от логистической компании. Все банки обычно про заемщиков проверяют, проверяют по базе ФССП, там, есть ли какие-то там задолженности. Информацию из ФССП можно тянуть автоматически. Соответственно, дальше. ИНН определять. По номеру паспорта можно сразу подтягивать ИНН и заполнять его форму. Курс доллара, значит, курс доллара определять. Сейчас я найду вам пример с курсом доллара. Да, пожалуйста. Можно сделать курс доллара, евро или любой валюты. Вот, значит, у вас есть там поле с кодом валюты. Можно сделать кнопочку там для вызова бота, если нужно вручную вызывать бота, чтобы он его подставлял. Либо можно сделать автоматически, чтобы он там подставлялся на при создании задачи, например, и при создании задачи курс обновлял. И, пожалуйста, там бот ставит утверждение и просто пишет комментарии. То есть как человек, собственно, себя ведет. Видно, что он изменял одно поле, поставил туда курс евро, и вот этот курс там появился или доллара. То есть первая такая группа решений – это когда нам нужно задачу в пайрусе обновлять информацию, обогащать информацию из внешних источников. У всех там банковских, финансовых организаций это очень востребованная история. Следующая группа задач. Когда вы хотите управлять уже пайрусом и создавать задачи в пайрусе по каким-то внешним событиям, по каким-то внешним триггерам. Но фактически в таком формате можно сказать, что вот у пайруса уже есть набор готовых интеграций. Например, e-mail интеграция, Telegram интеграция, интеграция самой CRM. Когда при событии в какой-то внешней системе вам пришло письмо в почтовый ящик или вам вашему Telegram боту написали. Кто-то создает вам задачу в пайрусе. Этот кто-то – это, собственно, пайрус, который вот… пайрусовский бот такой встроенный, которого вы не видите. Вы видите, что вам вот там пайрус создал задачу по форме. Точно так же можно создавать задачи в пайрусе по каким-то внешним триггерам. Опять-таки, если там… Видел на регистрацию, что сейчас много сотрудников банков. Для банка вот такой приведу типичный пример, который мы реализовывали. В какой-то учетной системе возникла информация о том, что есть просрочка по кредиту платежа. Соответственно, в пайрусе возникла задача на досудебную работу, на взыскание, на уведомление соответствующих подразделений, что этим надо заняться. И точно так же из любых других внешних систем можно информацию передавать в пайрусе, создавать задачи. Вам на каком-то сайте заполнили какой-то там запрос, и вам вы хотите, чтобы это прилетело в виде задачи в пайрусе. Конечно, у пайруса есть встроенная интеграция, которая позволяет вам форму вытаскивать веб, но можно там для каких-то более сложных случаев, для каких-то там сторонних сайтов тоже сделать такую интеграцию в виде такого бота, который вам будет создавать задачи в пайрусе. Это такая вторая группа вопросов. То есть первое – обогащение информацией сторонних систем, вторая группа задач – это старт задачи в пайрусе по внешнему триггеру. Третья категория ботов, которые возникают, и, наверное, моя самая любимая, потому что вот именно она делает пайрус таким очень мощным инструментом по управлению процессами. Это управление процессами внутри пайруса, когда по событиям внутри пайруса какие-то другие задачи внутри пайруса создаются или информация передается между задачами в пайрусе. Ну и здесь есть всем известный бот, саппроцесс бот. Я думаю, что все, кто там настраивал пайрус или активно им пользуются, саппроцесс бот видели. И когда саппроцесс бота не было, те, кто помнит такие времена, вот надо было эту задачу как-то решать. Мы тогда для этих задач писали просто своих ботов, которые работали таким образом, что в определенных этапах одной задачи создавали подзадачи и перетаскивали данные туда, возвращали данные обратно. То есть фактически это логика саппроцесс бота. И я думаю, что я тоже немножко приложил руку к тому, что вот саппроцесс бот появился, потому что общался с разработчиками, говорил, ну, смотрите, вот есть такой сценарий. Они, наверное, без меня это все понимали, и продуктологи, и разработчики, и идеологи пайруса. Но вот, соответственно, я тоже там давил, смотрите, вот используем, очень нужно порождать из одних процессов другие, потому что бывает, что процессы сложные, они разветвляются, нам нужно параллельно запускать несколько задач. Вот такой пример бота, который уже сейчас есть в пайрусе. Но при этом, надо сказать, что бывает, что его возможностей не хватает, у него есть разные ограничения. И, например, там саппроцесс бота нету на оффлайн пайрусе. Соответственно, для этих целей мы, например, все равно продолжаем использовать какую-то свою версию саппроцесс бота, такой саппроцесс плюс, который, например, умеет еще какие-то данные перетаскивать. Там перетаскивать, кажется, там обычный саппроцесс бот не перетаскивает поле формы. Соответственно, вот если вам нужно, чтобы поле формы был заполнен и в надзадачи, и в подзадачи при создании саппроцесса, вот нужно что-то свое писать. Дальше, например, бот, который мы написали и очень используем для себя, просто там безумно любим. Значит, это и это тоже очень просится в виде такого бота стандартного в пайрусе. Я надеюсь, что, соответственно, когда-нибудь, значит, пайрус сделает это стандартным образом, потому что видел запросы. А, значит, показываю бот передвижения по канбан-доске. Иногда бывает очень удобно, чтобы видеть задачи не в реестре, кто на каком этапе, а в виде канбана, потому что вот вы в виде канбана там управляете. И, соответственно, мы написали бота, который этапы процесса автоматически отображает на канбан-доску, которая есть в пайрусе. И заодно ставит, метит списками, кто ответственный по задаче, кто программист, кто product manager, кто бизнес-аналитик. Очень удобно, сами для себя используем массово. И, в принципе, тоже я в чате пайрус видел такие истории, что люди спрашивали, а как, соответственно, процессы объединить с пайрусом. Вот мы это сделали, я в смысле, процессы формы объединить с канбан-доской в пайрусе. Мы это сделали в виде бота. Возможно, когда-нибудь пайрус тоже подумает, как это сделать совсем универсально, и добавит к своих задач. Пока, вот, соответственно, это можно вот таким вот образом делать. Дальше. Бывают задачи по передаче данных между процессами. Здесь я приведу пару примеров. Ну, во-первых, саппроцесс, всем известный стандартный бот пайрус, уже это делает. Уже если у вас в родительской задаче, из родительской задачи данные мигрируют в подзадачу, в родительской они меняются, в подзадаче они тоже меняются. Из подзадачи они возвращаются обратно в родительскую задачу. Очень крутой сценарий. Прямо вот замечательно, что такая в пайрусе функция есть. Но иногда бывает, вам нужно как-то данные более сложным образом передавать между задачами. И, например, такой я приведу пример. Те, кто использовал поле форма, знают, что когда вы выбираете поле форма, из этой формы можно заполнять одноименные поля. То есть, например, у вас есть какая-то карточка, которая описывает клиента в вашей CRM-системе пайрус, и у вас есть процесс, где с этим клиентом что-то делается. Ну, понятно, что разумно в поле формы выбрать качественную карточку клиента, и данные по клиенту вот в этом процессе, там заказ, который от него пришел, например, появятся. Очень удобно, вы потом с этими данными можете дальше работать. Проблема только одна. А если у вас данные клиента поменялись, то вот в этой карточке заказа ничего не изменится. Оно на момент создания задачи обновилось, и дальше вот оно, соответственно, не меняется. Иногда это бывает важно. Иногда бывает, что, например, в юридических процессах вот этой карточкой клиента является какой-то ответчик, и его данные используются в судебном процессе. И если судебный процесс длится год или полтора, за это время там ответчик, у него могут поменяться данные. Там, значит, если это физическое лицо, там может быть там смена фамилии или какое-то юридическое лицо, было какое-то правоприемство. Соответственно, вы в карточке клиента, в карточке ответчика поменяли эти данные, а в судебном процессе, который создан полгода назад, данные не поменялись. Вот это можно решать ботами. То есть можно решать ботами, вот чтобы эта информация была как бы синхронна. Опять-таки, это функция, которая просится, чтобы она там в Pyros появилась в базе. Ну, вот тоже пока как бы нету там в базовой функции, можно вот такие вещи делать. Бывает, что вам нужно данные из каких-то подзадач собирать в родительскую задачу, но они не порождаются с процессом, они просто вот сами по себе возникают. Вот тоже у нас есть такой типовой сценарий. Мы прямо для этого там типового бота написали, который используют у нас там разные заказчики в десятках процессов. Дальше еще приведу пример из таких ботов, которые есть штатные в Pyros, и то, как их можно развивать. Например, есть у Pyros такая функция бюджетные лимиты, когда можно для счета в оплату поставить бюджетные лимиты и делать их контроль. Соответственно, удобно, для простого процесса этого хватает. И если вы эту функцию в Pyros подключали, вы видели, что у вас там, собственно, бот в контроль лимитов добавляется, такой встроенный Pyros. Если вам нужна какая-то более сложная история, то вот здесь нужно уже каких-то своих ботов писать. И у нас там есть пример заказчика, который управление на основе бюджетов. У него есть много, там, 12 категорий или 20 категорий бюджетов на 12 месяцев. То есть общее количество записей этих бюджетных правил порядка тысячи. И мы там сделали для него бота, когда вот эти вот бюджетные правила хранятся в виде отдельных задач какого-то реестра, а дальше там выбираются хитрым образом из справочников эти категории. Бот проходит, смотрит, там, проходит ли это по лимитам, уменьшает месячные лимиты. То есть, соответственно, можно сказать, что это там бюджет, задачу в этом месяце создать, а бюджет взять там из следующего месяца. То есть вот какие-то такие сложные правила можно сделать в виде бота. И это как бы удобно делать на Pyrus, потому что, собственно, все управление, вся настройка тоже делается в Pyrus. Вы хотите сделать новые бюджетные правила, вы просто какие-то формочки заполняете в Pyrus же, и из Pyrus берутся вот эти вот бюджетные лимиты. Другой пример, который тоже нам был нужен именно для внутреннего процесса в Pyrus, для удобства управления. У нас есть заказчик, у которого есть процесс выдачи доверенности, и он довольно сложный. То есть там много разных типов доверенностей, и получается, что там несколько сотен таких атомарных правил, которые могут войти в доверенность. И там тоже нужен бот, потому что эти правила могут меняться, и как их вот забить непонятно. В справочник они не помещаются, потому что они там у справочника ограничение на 500 символов, а там фактически нужно, там каждое вот это атомарное правило может быть довольно объемное. Тоже это решили тем, что есть реестр вот этих вот правил. Этот реестр отображается, синхронизируется с неким справочником, и человек, которому нужна доверенность, он выбирает набор полномочий справочника, а дальше бот смотрит, что да, вот это записи справочника, им вот к ним лежат задачи, в которых лежат тексты этих доверенностей, собирает все эти доверенности в единый текст и, собственно, формирует уже готовый печатный шаблон. Вот такой как бы сложный процесс, который позволяет вот исправиться сделать такую очень мощную систему по формированию шаблонов документов. Никак по-другому это не решалось. Ну и опять-таки, например, вот в этой же примере там возникает задача, которая тоже у нас как бы оказывается повторяющейся. То есть всегда очень приятно, когда делаешь какого-то бота, а потом видишь, что он у разных процессов, у разных заказчиков нужен один и тот же. И вот это вот тоже то, что нам очень прям пригождается для сложных процессов, автоматическое отображение задач по форме на списке, на справочник. И тут есть тоже, опять-таки, мы работаем, обходим некоторые ограничения системы. В табличку, все, кто настраивал форму, знают, что в табличку нельзя добавить поле типа форма. Соответственно, если вам нужна такая функциональность для чего-то, то единственный способ вам сделать точное соответствие между задачей по форме и какой-то записью справочника специального, дальше в табличку добавлять данные из этого справочника, а дальше уже какой-то бот будет понимать, что вот у нас этот справочник указывает на такую-то задачу, значит, оттуда можно подтягивать данные. То есть можно такие как бы сложные иерархические штуки делать для разных процессов. То есть здесь все ограничивается только вашей фантазией, но вот это вот реально позволяет Ispires делать существенно более мощный инструмент, чем такая вот как бы базовая возможность из коробки, хотя она уже с учетом большого количества расширений, с учетом со-процесс бота уже постоянно растет, и, ну, а можно еще ее увеличить. И, значит, последняя категория, про которую я хочу сказать, то есть я повторю еще раз, что мы говорили про обогащение информации сторонних источников, старт задачи в Pyrus по внешним триггерам, управление процессами внутри Pyrus, это вветвление, передача данных между процессами сложная. И, значит, последняя такая категория, которую я хотел бы выделить, это передача данных во внешние системы. Опять-таки здесь есть стандартные Pyrus-овские боты, все могут подключить, например, интеграцию с контур-диадок, подписание по IDO, и как это работает? Ну, те, кто настраивал, знают, что у вас добавляется специальный пользователь, и когда у вас задача доходит до определенного этапа, этот бот отправляет в диадок документ и подготавливает его к подписи в системе диадок. Значит, нужно просто зайти в диадок, подписать, и он уйдет в адресат. Адресат и ненадресата возьмется из самой задачи. И вот это, на самом деле, стандартная история. Точно такая же есть интеграция у Pyrus стандартная для счетов в оплату, чтобы они автоматически возникали как платежные поручения в 1С. Тоже делает какой-то бот, который из Pyrus берет информацию, передает во внешнюю систему. А вот еще вам такая стандартная задача. Е-мейл-уведомление. Вот дошла задача до какого-то этапа, и мы хотим какое-то письмо с каким-то набором вложений отправить по почте. Прямо из Pyrus. И это тоже достаточно стандартная задача, которая в разных сценариях может использоваться. Мне эта задача очень близка, потому что это был первый бот, который мне понадобился. Вот я столкнулся с тем, что нужно уведомлять сторонних внешних участников процесса, которые не в Pyrus, и никогда не будут в Pyrus, о том, что процесс дошел до какой-то точки. Вот как это делать автоматически? А, соответственно, процесс был такой, что у него крайне важно очень быстро уведомлять, соответственно, вот эту сторону, что у нас процесс дошел до какой-то точки. Ну, для специалистов из банка скажу, что это процесс кредитный в бизнесе, где есть брокеры. Соответственно, брокер разослал заявки по разным банкам, и нам нужно очень быстро ему дать ответ, что если у нас одобрение прошло по ему пакету документов, мы должны этому брокеру быстро дать ответ, что все готово, потому что мы тогда обгоняем конкурентов. Крайне важная задача для бизнеса. И дальше есть много-много сценариев, когда вы по каким-то причинам не можете с другой стороны общаться с пайрусом, ну, значит, вот через электронную почту. Ну, тогда, конечно, хочется, чтобы этот процесс был автоматизирован, и, соответственно, при, значит, ситуации, когда доходит процесс до какого-то этапа, отправляется письмо. Вот вам еще один пример. Теперь, значит, покажу вот такой вот пример. Тоже это из нашего внутреннего процесса. У нас автоматически формируются счета за работой и отправляется письмо. То есть, соответственно, при этом, так как письмо отправляется средствами пайруса через e-mail интеграцию, то очень здорово. Мы, во-первых, видим прямо здесь, прямо в процессе, в пайрусе, что письмо отправилось. Письмо взялось, кстати говоря, из шаблона, который бот приложил, заполнив этот шаблон из полей формы. Поэтому вот там комбинация таких разных. Есть e-mail интеграция у пайруса. Есть у пайруса замечательная возможность формировать печатные шаблоны, заполнять их данными из формы. И теперь вот мы добавляем бота, который по определенному триггеру стоит на этапе, отправляет письмо вот с этой всей подготовкой информации. Значит, вот такой еще как бы полезный пример. Ну и еще такой пример, скажу, общий, что если вы хотите какую-то сложную делать, отчетно сложную аналитику, здесь работает вариант, когда вы по каким-то событиям в системе наполняете какую-то внешнюю базу данных. Это может быть разный сценарий. Вы можете документы выкладывать в какую-то внешнюю систему, которые были подготовлены. Вы можете просто информацию о ходе процесса вкладывать в какую-то свою СУБД, потому что вы над ней какие-то там более мощные средства, анализы развернете, типа Power BI. И вот тоже как бы отсылка информации во внешний источник. Ну вот такие, еще раз повторю, эти четыре примера. Обогащение информации сторонних источников. Староздача в пайрусе по внешнему триггеру. Управление процессами внутри пайруса, передача данных между системами, между процессами в пайрус и передача данных во внешние системы. Значит, при этом вот еще, наверное, покажу там пару таких тоже скриншотиков. Сколько может быть ботов задачи? Вот этот бот, эта задача создана ботом, который как раз по внешнему триггеру, там, по просрочке создал эту задачу. И у него в наблюдателях несколько ботов, которые что-то делают с точки зрения уведомления задачи. В этой задачи работают четыре бота. У нас вот там есть такой процесс. Вот. А, соответственно, если говорить про какое количество ботов может быть в системе, ну, вот такой есть скриншотик, это количество ботов в компании. Там тут порядка 30 ботов. Причем забавно, что в компании пользователей обычных пайруса порядка, по-моему, 29. Ну, то есть ботов столько же, сколько людей. Потому что у них сложные процессы. Потому что у них сложные процессы юридические, у них сложные процессы там финансовые. И, оказывается, можно взять пайрус, доработать вот этих вот ботов и сделать очень мощный инструмент, который обладает всеми теми же преимуществами пайруса, что там понятность, простота в освоении, очень хороший интерфейс, понятно, как общаться, удобный коммуникатор. Там можно много процессов сделать. Но вот там такие примеры бывают. Давайте посмотрим, попробуем поговорить на тему, а вообще, как сказать, нужен ли бот. Потому что не всегда ответит на вопрос «да». И я здесь хочу привести такую известную фразу, которую в разных версиях какой-то психолог говорит своей дочке или просто психологи рассказывают, что, дорогая, если ты идешь по жизни с молотком в руке, то для тебя любая проблема имеет форму гвоздя. Если у тебя есть какой-то мощный инструмент, ты пытаешься, может быть, его, соответственно, чрезмерно применить. Ну, если кто-то общался, например, с программистами 1С, то там это прям без какой-либо, как сказать, негативовых адрес, очень их люблю, но у них очень часто есть такое как бы сверхмнение, что с 1С можно решить все задачи. Давайте все задачи решать на 1С. Все давайте туда, все там запрограммировано. И почему? Потому что у них есть мощный инструмент. Нет. Поэтому если у вас есть такой мощный инструмент, вы умеете писать ботов или там есть кто-то это делает, то сразу возникает такой соблазн любую задачу решить ботом. Вот можно тот ботом сделать? Давайте ботом сделать. Но тут надо как бы ограничить, что вот, так сказать, автоматизация, она не должна быть абсолютной. В некоторых случаях проще это оставить на человека. Потому что создание бота, его поддержка будет стоить просто дороже во всех смыслах, чем оставить это на человеке. И здесь можно, наверное, такое как бы привести критерий. Этот критерий немножко и к пайрусу, на мой взгляд, тоже применим. Где хорошо работает пайрус? В тех случаях, когда у вас есть типовые процессы в массовом количестве. При том, что у нас есть несколько заказчиков, для которых мы решаем вопросы по юридическим департаментам. У меня там был разговор с потенциальным клиентом, который там небольшая юридическая компания. И я понимаю, что ему пайрус не нужен. Почему? Потому что у него каждый процесс индивидуальный. У него их, во-первых, немного. А во-вторых, каждый процесс у него свой, вообще они из разных областей. И он может просто по каждому процессу накидать вперед там 2-3 шага, которые для другого процесса будут другие. То есть никак это ни в какую систему не поставишь. А если у вас массово однотипные дела, то вот здесь очень, как бы, хорош пайрус. Если у вас массовые запросы в техподдержку, очень хорош пайрус. И поэтому, то есть, как минимум, у вас должны быть однотипные процессы, где нужно делать однотипную работу. И второй момент, что нужно, конечно, смотреть на стоимость, как бы, ручного труда. Здесь у меня есть такой, как бы, замечательный пример из другой области. Мы для одного заказчика делали систему SCUD и контроль условного доступа. И у заказчика было такое пожелание. Соответственно, сделать этот SCUD так, чтобы вот код, там можно было не только карточкой открывать, а карточка плюс код, а чтобы код на двери менялся раз в неделю. И при этом в Телеграме или в e-mail этот новый код рассылался, там, ключевым сотрудникам. Мы, партнеры, по SCUD попросили посчитать, сколько это будет стоить. И удорожание стоимости проекта составило порядка двух миллионов. То есть, проект, там, с 300-400 тысяч ушел, там, на два с половиной. И когда я, как бы, взялся вопрос, почему такие гигантские деньги? Оказывается, что они впрямую это решать не умеют. Они могут поставить несколько, как бы, инструментов. Вот это они тут поставят экспорт в 1С, потом какой-то модуль для ДНС, а потом для этого модуля ДНС программисты что-то допишут. И в итоге эта задача решится. Но понятно, что эта задача решается просто каким-то человеком, который вручную по инструкции меняет за пять минут код и рассылает всем в Телеграм-группу новый код. То есть, вот это такая избыточная автоматизация. И люди реально говорили, что, ну, да, цифра очень большая, но мы умеем решать только так. Так вот, в таком случае не нужно использовать бота. Когда, это случай, когда не подходит. Когда подходит? Когда вы хотите использовать Pyros. Pyros очень удобен. Pyros вам хорош для скорости разворачивания процессов. Pyros очень удобен как коммуникатор. И там легкий, много других процессов. Скорость изменения процессов очень высокая. Ну, вот вам не хватает каких-то вот таких вот чуть-чуть вот функционала. Вот это отлично. Вот это вот там тот сценарий, когда вы можете здесь там за счет небольшого бота решить ту проблему, которую вы либо решаете руками долго, вам нужно экономить время сотрудника там и увеличивать скорость обработки, либо просто по-другому это как бы не решается. И, соответственно, иногда это позволяет просто обойти какие-то вот фичи, которые пока в Pyros нет. Ну, может быть, они появятся в дальнейшем. И у меня осталось последние две темы. Это что нужно, чтобы создать бота и какие риски. По ним попробую пройти быстро, в пять минут уложиться, чтобы у нас осталось время на вопросы. Так, что нужно, чтобы создать бота? Первое. Высокая квалификация. Как ни странно, это все-таки не совсем лоу-код. Ну, есть там некоторые, так сказать, конструкторы ботов, но все равно тут, в общем, нужна уже некоторая повыше квалификация. В целом, опять-таки, если не брать лоу-код системы, я потом, может быть, про них отдельно что-нибудь скажу, то вам нужен отдельный сервер, на котором это крутить. Вам нужен домен с HTTPS, потому что, чтобы на этот домен отрисовывались вызовы с Pyros. Вам нужны программисты, которые это будут писать. Вам нужны айтишники, которые сопровождают девопс, если у вас ботов много, если их нужно как-то там заниматься их оркестрацией, следить за их работой, за нагрузкой на эти там виртуальные машины. Ну, либо вам нужен подрядчик. То есть, в целом, надо понимать, что это все-таки тема, которая требует некоторые ресурсы, требует некоторой квалификации. Ну, и последнее – это про риски. Значит, риски, какие бывают при применении ботов, что может быть какая-то неочевидная логика работы. Помните, мы говорили вначале, что у бота есть две характеристики – очень мощный и очень тупой. Представьте, что у вас есть очень тупой исполнитель. Вот для него инструкция должна быть крайне четко прописана. Например, вы сказали, посадили человека и сказали, что так, вот тебе приходит входящая задача, ты идешь на сайт ЦБ РФ и вписываешь курс. И все, и нажимаешь «утвердить этап». Понятно? Все понятно. Вот и вы его отправили работать. А дальше у вас процесс стал, потому что этот человек, да, работал, 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 потом зашел на сайт ЦБ РФ, а там сайт ЦБ недоступен. Ну, все, он не знает, что делать, он ничего не делает, он свои этапы не согласовывает. У вас процесс стоит. А второй, как бы, риск, то есть вы что-то не учли в сценарии каком-то сложном. Второй риск – это то, что форма меняется. Если у вас бот как-то заточен на логику формы, а форму меняют другие люди, чем те, что пишут бота, то вам нужно очень синхронно это держать. Это, кстати говоря, решается вопросом пользовательских кодов. Они вот ровно для этого возникли. Большое спасибо Pyrus, что в какой-то момент эту функцию реализовал. Думаю, что как раз по просьбам тех, кто пишет ботов. Потому что если ссылаться на название поля, название поля меняется, ID поля тоже может поменяться, и оно будет в какой-то другой подзадаче. А вот U-код, пользовательский код, может быть как бы одинаковым. Дальше бывают проблемы, что у вас конфликты нескольких ботов, которые начинают там друг друга вызывать, или один ставит утверждение, триггерит другого бота. Вам надо понимать, когда несколько ботов в системе, как они работают. Могут быть множественные вызовы к боту. Вы, задача пришла на этап бота, а параллельно в ней какие-то люди пишут комментарии. И к боту генерируется там пять вызовов, пока он еще первый не успел обработать. Вам нужно как-то понимать, какие вызовы игнорировать, или ставить их в очередь, чтобы вот, так сказать, не конфликтовать самому с собой. Самый основной риск, это, конечно, то, что процесс остановился. Если вы бота ставите согласователем на этап, а он все согласование не ставит, то процесс у вас тормозится. Значит, ну, кто-то на это обратит внимание. Это частично решается тем, что вот, там, бот может стать в наблюдателях. Ну, и, наконец, это нужна поддержка, нужна диагностика, если что-то сломалось. И надо понимать, что, вообще говоря, бот это дополнительная точка отказа. Если так, тут у вас только есть пайрус как точка отказа, который очень надежный, и, значит, мы его за это любим, и очень редко, там, с ним какие-то проблемы. Ну, а вот здесь вот еще у вас, сказать, своя программа. Если вы их плохо написали, вот она у вас, там, потенциальная точка отказа. Но, несмотря на это все, наш опыт показывает, что от ботов можно добиться стабильной работы. У нас есть компании, где боты работают, вот, несколько лет, вот, их написали, и когда-то они даже вообще крутились на каких-то, там, внешних серверах арендованных, и даже никто туда не лез годами, они когда-нибудь, как бы, работают, делают свою работу. Ну, наверное, все. Я уложился в 50 минут, как планировал. Да, спасибо. Большое спасибо. Сергей, пожалуйста, сейчас тут Георгий Башилов. Я дал вам слово. Добрый день. У меня есть вопрос. Мы получаем заявки на экспертизу в виде таблиц. Можно ли создать боты, который бы позволял импортировать автоматически эти заявки? Таблицы имеются в виду. А куда вам нужны эти таблицы в виде экселевских каких-то таблиц? Мы получаем в виде экселевской таблицы, да, и должны ввести их в парус, как заявки отдельные. А, то есть там набор, каждая строчка – это отдельная заявка, а вы нам нужны… Да, да, да. Нам предлагают сейчас вводить каждую заявку отдельно, да, то есть вот есть таблицы, нам предлагают каждую строку вводить отдельно. Это сумасшествие какое-то. Ну, смотрите, во-первых, как бы если есть штатная функция у пайруса, когда вы можете из таблицы создать сразу несколько задач, просто импортировав таблицы как бы вот в реестр формы. Это если у вас как бы эти заявки, допустим, приходит раз в день этот e-mail, можно здесь посадить человека, который возьмет эту табличку, там нужно только, чтобы правильно назывались колонки, импортировать, сразу создать заявки. То есть есть штатная функция такая, возможно, она подойдет. Если же у вас ситуация такая, что к вам эти заявки сыпятся по e-mail, в день их приходит там 50 этих экселевских табличек, и вам нужно по каждой строчке из таблички создавать задачу, ну тогда здесь возможно бота. Ну и опять-таки отвечаю на вопрос, вот как моей аналогии. Вопрос, можно ли обучить тупого исполнителя это делать? Ответ, конечно, да. Нужно сказать, так, получил письмо, открыл эксельчик, посмотрел на первую строчку, вот это вот взял, по первой строчке создаешь задачу, жмешь на кнопку создать новую задачу, это вставляешь сюда, это вставляешь сюда, это вставляешь сюда. Вот инструкция. Фактически инструкция для бота, если вам не подойдет автоматическое импортирование, будет выглядеть точно так же. Какой-то у вас бот мониторит эти e-mail, и можно прямо сразу из e-mail создавать задачи для бота, бота ставить наблюдателем, он смотрит Excel-табличку, разбирает ее, из нее создает задачу. То есть вопрос только в том, что, ну, насколько это трудозатратно. Да, если у вас такая одна табличка, я бы это просто делал средствами Pyrus, просто вот ее распарсив. Если это там прям много, ну, тут, наверное, может быть, могут окупиться затраты на то, что вот создать такого бота. Но ботом, безусловно, такое можно сделать. Сереж, привет, всем привет. Скажи, пожалуйста, как вы мониторите ситуацию, когда тупой бот сломался, сделал не то? То есть вот ответ, спонсор на то, что что-то пошло не так? Очень хороший вопрос. Это сложная тема. Тут как бы есть, значит, несколько способов. Первая, значит, первая история, что тут, к сожалению, не обойтись без каких-то там подробных логов. То есть мы ботов пишем, пишем логи про их действия. И, соответственно, боты там присылают по e-mail. Если ошибка возникла в каком-то программном коде или просто даже код отвалился, то, в принципе, средствами, ну, там, мы пишем их на питоне, используя Flask. И средствами Flask можно сделать так, что будет какое-то исключение, и мы получим уведомление на почту. То есть если бот сломался и что-то не сработало, у нас обычно приходят уведомления на почту. Кроме этого, есть логи, в которых можно там смотреть, что происходит. Ну, и третий метод этот, опять-таки, обычно, если бот, допустим, стоит где-то на этапе и не отрабатывает, и его ждут какие-то другие пользователи, то пользователи уже начинают, соответственно, говорить, что что-то у нас тормозит. Или те, кто мониторит процесс. Но вот такого прям совсем универсального способа нет. то нужно скорее смотреть про, значит, про его логику. То есть для нас самый работающий способ, что понимать, какие проблемы могут возникнуть и про это как-то сообщить. Например, очень часто, если мы говорим про интеграцию с какой-то третьей стороной, с каким-то внешним сервисом, бывает, что внешний сервис сам недоступен. Тогда, ну, мы обсуждаем с заказчиком, как лучше вот в этом случае поступать. Обычно бот пишет комментарии в задаче. То есть он пытается, там, допустим, обогатить задачу каким-то данными из внешней системы. У него это не получается. По какому-то таймауту он отваливается. И он, соответственно, пишет комментарии в задаче, что там система недоступна. И там он просто ставит утверждение, и все понимают, что, окей, в данном случае придется человеку сходить в эту внешнюю систему, оттуда взять данные и подставить задачу в Пайбусе. А если же там бот отвалился, потому что ошибка программная в коде, тогда мы про это узнаем через логи, которые нам дадут уведомление, что там бот отвалился и не закончил работу. Ну, вот такие методы. Плюс, если... Да, и плюс последний инструмент, что в настройках самого бота, если зайти в настройки бота, там есть лог ошибок. И там видны ситуации, когда Pyrus обращался к боту, но не получил ответа. И, то есть, например, что там бот недоступен был. Если там сервер ботов отвалился. Ну, вот. И очень просим Pyrus сделать доступ к этому по IP, чтобы вот нужно было не... Можно было не в каждую бота заходить, смотреть, какие у меня ошибки, а вот как-то можно было в логе ошибок видеть, что да, вот. Вот в этих случаях Pyrus посылал запросы ботам, и бот на чего не ответил. Вот это очень хочется добавить со стороны Pyrus. Ольга Олеговна. Здравствуйте, Алексей, Сергей. У меня такой интересный вопрос. Подскажите, пожалуйста, можем ли мы, заполнив форму в Pyrus, нажать на определенную галочку, допустим, в форме, и бот сходит на сайт СДЭКа и вызовет нам курьера. То есть нам не нужно будет посещать сайт какой-либо курьерской службы. Очень хороший вопрос. И здесь, ну, смотрите, короткий вопрос про все такие вопросы. Они как бы... Тут есть как бы два сценария. Первый, если я сейчас хочу немножко обобщить ваш вопрос, не конкретно про СДЭК, а там какую-нибудь, допустим, другую службу заказа. Значит, возможно, два варианта. Первый вариант. Вот эта служба, которую вы хотите вызвать там, скажем, чтобы вызвать курьера, например, СДЭК, она сделала интерфейс для ботов, который можно назвать API. Соответственно, если такой API у сервиса есть, тогда фактически этот сервис предоставляет возможность другим программам себе обращаться. Вот быстрый гуглеж показывает, что у СДЭКа такой API, конечно, есть. Какие-то у них есть протоколы обмена данных. Соответственно, ну, надо его посмотреть поподробнее, но в целом, да, что вот можно регистрация заказа, можно делать, потому что я там быстро посмотрел справки. Тогда это означает, что можно сделать. То есть у вас, грубо говоря, может это сделано какими способами. Зача доходит до какого-то определенного этапа, что у вас готова вся информация о заказе. Дальше ставится на этап, на следующий этап и на этот этап ставится бот, который может, например, мониторить, что все данные для вызова курьера готовы. Ну, лучше это отдельным этапом сделать. И дальше бот идет по вот этому протоколу, по API обращается к сайту СДЭК, и там что-то такое заполняет и там вызывает курьера. Это самый хороший случай, когда у вас внешний сервис представляет вот этот инструмент для интеграции других ботов. Ну, и дальше начинается, если вот, дальше начинается интересная история, если вам нужно, что-то вы можете сделать там человеком, может зайти на какой-то сайт ручками, но вот этот вот сервис API не предоставляет. Ну, тут тоже можно там с этим бороться, но это уже более сложная история. Тогда, в принципе, есть варианты, когда можно пытаться зайти роботом на эту страничку, загрузить ее, попытаться там сгенерировать правильный HTML вопрос, нажать какую-то кнопочку, заполнить какие-то данные. Ну, вот тут это может уже не очень надежно работать. Но у СДЭКа такой API есть. И, в принципе, можно сказать, что у всех, ну, как бы больших сервисов обычно такой API предоставляется. Другой вопрос, что у многих систем этот API сделан, так сказать, кривовато и не очень функционально. Ну, вот тогда нужно разбираться, что можно. Но с ДЭКом, я думаю, что ответ на 99.9 – да. Потому что точно есть автоматические интеграции между там каким-то интернет-магазинами и СДЭКом. Ну, конечно, мы просто такое не делали, поэтому вот думаю, что там ничего сложного нет. Сергей, большое спасибо за информацию. Спасибо большое, Ольга, за вопрос. Я теперь понимаю, что можно в Pyrus, наверное, да, Сергей, написать бот и ставить ему задачу, чтобы он в офис заказал пиццу, Доду Пицца, и он ее нам привезет. Если есть API для этого, то можно, конечно. На самом деле, из забавных ботов у нас была еще такая идея, думаю, что мы ее реализуем. Просто вот и, может быть, даже дадим всем желающим идея такая на поверхности. Вот есть, например, чат GPT, который все там, наверное, попользовались в Телеграме, его используют. Я, кстати говоря, всем горячо рекомендую использовать чат GPT, когда вы пишете скрипты для форм, потому что очень часто там вот если ты редко пишешь скрипты для форм, и ты не очень, сказать, у тебя вот не на кончиках пальцев этот JavaScript, а тебе нужно какой-то вот данный из там, вот из текстового формата даты перенести, значит, прибавить там, типа, 7 дней и получить опять текстовый формат даты, чтобы в какое-то другое поле записать. Ну, ничего сложного, то есть можно там посмотреть, как JavaScript, открыть учебник, вспомнить, какие там функции и вот написать. А можно сказать, чат GPT, сделай мне функцию, которая из вот формата даты в виде 01.01.23, значит, добавит к ней там 15 месяцев и 27 дней. И вот тебе готовый код чат GPT выдает, и ты его, соответственно, подключаешь в форму. Ну, там, вот берешь пример из справки Pyros. То же самое можно делать, чат GPT подключить в виде бота в Pyros. то есть, значит, тегаешь бота, задаешь ему какой-нибудь вопрос, а он тебе в виде комментария в Pyros делает ответ, думаю, что мы такое сделаем, чтобы просто вот было прикольно. Так, пока ждем. Тогда вот из ранее присланных вопросов, Сергей, вот расскажи, пожалуйста, о самом, такой был вопрос, о самом сложном боте, который создавали. То есть, что вообще, чтобы понимать сложность, какую может решать. Ну, наверное, из сложных ботов вот такой, как бы, набор ботов для решения задачи. То есть, у нас есть пример логистической компании, у которой есть юнит экономика в разрезе вот там одного товара сложного, который они доставляют. А при этом доставляют они это там какими-то пачками, то есть, какими-то там формируют несколько вот этих вот товаров в единый контейнер для перевозки, оплачивают какие-то таможенные платежи вот за контейнер целиком. А нам нужно, чтобы это все потом разбивалось и падало в расходы на там отдельный юнит. И у нас там целая система как бы работает, несколько связанных процессов, которые выглядят, что и вот эти отдельные юниты, они, это форма задачи в пайрусе, из них создается запись справочники, когда идет какой-то счет в оплату, там в табличку разбивается этот общий счет, на какие юниты он относится, саппроцесс бот создает отдельные задачи с расходами по этих юнитов, и они потом прилетают как итоговые расходы в эту задачу. Вот там такой пример, другой пример это система управления судебными заседаниями, и там сложность в том, что компания ведет много параллельно судебных заседаний, там нет закрепленного юриста за одним судебным процессом. Это решается обычно раз в неделю, и есть отдельный бот, который собирает все судебные заседания из разных форм, в виде таблички, направляет эту задачу на утверждение менеджеру, который смотрит, в каких судах идут заседания, какие нужно сгруппировать, какая сложность, сюда нужно очень опытного юриста, послать сюда можно стажера, дальше он назначает этих юристов, эта информация растекается под этим судебным заседанием, и ставится задача уже на отдельных юристов, которые видят свои задачи. И есть разные задачи по интеграции данных, обычно это не один бот, а скорее какая-то связка ботов, которые работают, чтобы такой сложный процесс из разных форм выстроить. Ну, я могу сказать так, что у нас в одном самом сложном процессе порядка 20 связанных форм, которые ботами связаны, и как-то между ними мигрируют данные, данные обновляются в карточке клиента, и они сразу растягиваются по всей цепочке задач. Наверное, такое. Антон, в чате нашей телеграм-сообщества, кстати, в пользу случаем, еще раз напомню, обязательно подписывайтесь, мы всегда присылаем самые свежие новости о продукте, и там можно как раз развивать продукт и получать помощь от таких же пользователей, как вы. И вот такой вопрос от Антона. Приходилось ли делать интеграцию через боты PIROS и GitHub? А что имеется в виду? Я так понимаю, может быть, какой-то сценарий, то есть какой-то сценарий хочет Антон узнать. Ботов PIROS и GitHub вопрос? Интеграцию PIROS с GitHub какой-то бот был? Какой-то опыт у меня? Я не очень понимаю, в каком сценарии там может пригодиться, но, видимо, что-то там про разработку. То есть мы сами, конечно, там GitHub используем, и у нас есть там значит, гитранеры, которые автоматически там собирают задачи с GitHub и запускать их в продакшн, как часть там CICD ответил формировать pull request в GitHub. И задач в PIROS такого конкретно не делали, но думаю, что это можно сделать, у GitHub с этим все нормально. Тут скорее, судя по всему, вопроса какого-то разработчика, думаю, что разработчики могут себе сделать очень мощный инструмент из PIROS и его интегрировав с GitHub и с каким-то автоматическим диплоем ботов. Сергей, скажите, пожалуйста, можно ли создать бота, который бы удалял завершенные задачи по форме? То есть есть форма, по ней допустим задачи, они завершились и они больше по факту нам не нужны, но допустим в них какие-то документы хранятся, большие объемные, которые занимают место, и вот можно ли их автоматически удалять? Ответ тут следующий. Вообще говоря, если вы посмотрите методы API PIROS, то там нет метода удаления задачи. Да, мы посмотрели. потому что вообще считается, что это очень опасная функция. Если вам дать метод удаления задачи, то можно случайно все удалить. в целом могу сказать, этот секретный метод PIROS наверное в некоторых случаях может выдать. Поэтому такие кейсы бывали, но делали таких ботов, но это нам специально надо с PIROS согласовывать. Понятно, спасибо. Можно еще один короткий вопрос? Дмитрий, если несложно представьтесь, пожалуйста, из какой компании чем занимаетесь, как удобно будет контекст понимать. Мы компания оптовый трейдер и пытаемся наладить какую-то автоматизацию через PIROS. Скажите, пожалуйста, еще как можно запустить бота не ставя его на этап? есть не чтобы он запускался, когда задача переходит на его этап, а допустим просто задача находится на этапе и в какой-то момент его запустить? Хороший вопрос. Смотрите, часто так делаем. Значит, вам, во-первых, нужно, чтобы бот понимал, что в задаче что-то происходит. То есть вам нужен какой-то триггер задачи, на который бот среагирует. Этим триггером может быть следующее. Если у вас бот стоит в наблюдателях, он получает уведомления на каждый комментарий задачи, на каждое изменение задачи. Соответственно, бот может просто висеть в наблюдателях и ждать, пока не выполнятся все условия для того, чтобы он отработал. То есть, грубо говоря, как только заполнены все эти поля, их куда-то перенести. Пока они не заполнены, он ничего не делает. Он каждый раз вызывается, вы внутри в коде программном бота получили задачу, выполнены все условия, чтобы я запустился, что там кто-то галочку поставил. Галочка не стоит, все, значит, заканчиваю работу. Следующий вызов, а, вот тут галочка появилась, все, тогда я выполняю процесс. Мы обычно так делаем. Ну, другой вариант, что, соответственно, вы каким-то внешним сервисом запускаете программу, которая получает реестр задач, отфильтровывает из них нужные и в них что-то делает. Ну, то есть, тогда это не бот, как вот сущность в пайрусе, которая стоит там на этапе наблюдателя, но вот там вот так вот. Понял. Спасибо большое. Да, красивый. Я из Комбанк технологии. Вопрос был по поводу поля, типа, собственный поиск, чтобы подключать как раз со сторонней интеграции. Я просто подключалась ненадолго, а вы про это не говорили? Я про это говорил, показывал, что мы, например, заполняем из додаты, соответственно, значит, я сейчас просто покажу этот кусочек. Да, там адреса, это проект, я все знаю, а вот про собственный поиск, чтобы именно бота подключать. Как именно вот технически бота настраивать? Ну, вот смотрите, ну, там, ну, короткий ответ, чтобы там долго всех не читать, читать документацию, там есть, грубо говоря, вы вешаете боты на это поле, на собственный поиск, и дальше просто он в некотором формате получает данные. Он получает данные в некотором формате, в некотором формате должен их отдавать. То, что он отдает, вот Pairos показывает вот здесь вот. Вот. Но это не классический вызов бота, где вы получаете тело задачи, это вызов, в котором вы получаете вот эти вот набранные здесь цифры. И в ответ вы отдаете некоторую, как бы, список, формат, документация описан. Если нужно, потом можно там оффлайн могу проконсультировать, как это сделать. Можно, да, документацию будет. Спасибо. Ну, я думаю, тогда уже стоит завершать нашу сегодняшнюю встречу. Очень насыщенная и большая получилась, уже больше часа. Спасибо вам, коллеги, за то, что вы к нам присоединились и так долго были вместе с нами. Сергей, тебе спасибо за отличный рассказ, за ответы на вопросы. Сегодня было прям сверхактивная встреча. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на наш телеграм-сообщество и увидимся в следующих вебинарах. Всем пока. Счастливо.